Привет, друзья! Каждые выходные мы стараемся выбираться в маленькие путешествия. И на этот раз наш путь лежал в Тюрингию, в город Зуль. Мы решили посетить музей транспортных средств, Фарцойк-музеум, по-немецки это называется, и рассмотреть его небольшую, но очень интересную и необычную коллекцию. Здесь большое количество экспонатов. Музей размещен в очень интересном месте. Это так называемый Атриум, городской торговый центр. И внутри этого торгового центра большие площади занимает этот самый транспортный музей. Мы начали осмотр со старинных велосипедов, со старых мотоциклов, которые очень впечатляют даже лиц женского пола. И сегодня мы попробуем показать все то интересное, что мы видели. Экспонаты в этом музее заинтересуют не только мужчин и мальчиков, но и будут интересны девочкам. Тут можно увидеть средства передвижения для кукол. Здесь есть прекрасные коляски игрушечные. Посмотрите, вот это экспонат 1933 года. Такие коляски в 1955 году выпускали в этом городе, в Золе. Великолепные. А это такой летний кукольный вариант 1953 года. Замечательные просто. Великолепные. 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 А это автомобильчик господина Грайфтсу, гонщика, сделанный на базе BMW 328. Двухлитровый двигатель до 140 л.с., скорость до 260 км в час. Во время одной из гонов он остановил на этот автомобиль на заднюю ось по два колеса с каждой стороны, для того, чтобы иметь лучшее сцепление на горных подъемах. Вот так выглядит передняя часть этого замечательного автомобиля. По всей видимости, вот этот шланг, идущий передним колесом, это шланг тормозной системы. Поскольку автомобиль сделан на базе BMW, шасси чуть-чуть расширено, двигатель поставлен помощнее, это значит, что BMW на руле сохранился. Еще очень хорошо выглядит зеркальце заднего вида. Вот это замечательная круглая штучка. А если посмотреть внутрь, то можно увидеть коробку передач с рычагом переключения передач. Видно не очень хорошо, но он вон там. А вот эта похожая на лейку канистры содержит в себе смесь для двухтактных двигателей бензин с маслом. На ней так и написано «цвайтакт-мишунг». А вот этот значок, на котором написано «Айзенахер Моторенверк» неспроста похож на значок одной известной немецкой автомобильной фирмы. Айзенахер Моторенверк, в котором располагался одна из фабрик BMW. В 1946 году он оказался в зоне советской оккупации, после чего на этом заводе стали выпускать разработанные BMW-автомобили. В частности, вы видите BMW 327-купе, сейчас выпущенное на этой фабрике. При этом они использовали значок BMW. В 1952 году BMW продало в суд на ГДР и добилось того, чтобы они перестали использовать этот значок. Так и появился вот этот вот красненький кружочек. BMW 328 выпускался с 1936 по 1940 годы. Двухлитровый четырехтактный двигатель, 80 лошадиных сил. Бродя среди всего этого богатства мотоциклов, я невольно вспомнила свое детство. Здесь в помещении очень специфический запах, как пахнут мотоциклы. У моего папы были и мотороллеры, и мотоциклы с коляской, и потом просто отдельные мотоциклы. Так что в своем детстве я покаталась на разных транспортных средствах. Мой любимый был хиш с коляской бирюзового цвета. Эта часть экспозиции посвящена отделу разработки компании Simpsons. Здесь можно увидеть принадлежности, которые использовали конструкторы при создании новых моделей. Мы приехали из Тольятти, и, конечно, наша жизнь немного была связана с Волжским автомобильным заводом. И вот здесь мы впервые показали ребенку, как выглядело рабочее место его бабушек на этом заводе. Вот этот кульман, за которым стояли и его предки, и конструкторы этого самого бюро. Очень интересно было тоже увидеть. Как я уже говорила, музей транспорта расположен в торговом центре. Вот так выглядят экспозиции в коридорах. То есть можно посмотреть, через стекло увидеть. Есть часть экспозиции, в которую можно войти и посмотреть. Там, как правило, современные модели. Ну, современные имеются в виду с 80-х годов 20-го века. Вот такой замечательный мопедик. Надпись в правом верхнем углу гласит «Первый Симпсон Фокель». Пожалуйста, не кормите! Мы прощаемся с Зулем. Он, конечно, очень здорово отличается от Кобурга, в котором мы живем. Здесь много домов, похожих на те, что есть в российских городах. Наш город Кобург – это город, расположенный в земле Бавария. А Зуль расположен в соседней земле, в Тюрингии. Поэтому, конечно, они очень здорово отличаются. По территории между Кобургом и Зонебергом – это здесь недалеко. То есть между территориями Баварии и Тюрингии раньше проходила граница. То есть одна земля была на территории ФРГ, другая земля была на территории ГДР. Ну, соответственно, вот то, что похоже на Россию, то, что вы сейчас видите на экране, эта территория находилась под управлением СССР. Всё, на этом мы заканчиваем. Поехали домой. Пока!